Всем тихой ночи. SCP-8000 появился, дорогие зрители этого канала. Это случилось. Когда-то раньше люди писали свои фанатские объекты под номерами, начинающимися на 6000. Думаю, что столько SCP на официальном сайте не будет никогда. Но вот сейчас на нём уже есть 9000. Как обычно, 8000 объект появился в результате конкурса, и желанный номер занял тот, за который было отдано большинство голосов участниками сайта. Темой конкурса изначально была фэнтези. Не самый распространённый жанр в рамках SCP, скажем прямо. Но у нас тут в конце концов есть те же феи на их загадочном острове, на их безымянной тропе. И вроде это достаточно неплохо. Да и не суди, как говорится, по обложке. Посмотрим, что внутри. А внутри нас ждёт рассказ, довольно слабо замаскированный под документы фонда SCP. Ну, похоже, это тренд. Сеттинг объекта тоже довольно необычен. Дело в том, что его события происходят в мире мультивселенной SCP, где фонд работает несколько иначе. Мир тут другой, потому что SCP-8000 это не просто объект фонда, а часть отдельного канон-хаба под названием программы интеграции. Общая суть которой в том, что фонд SCP интегрирует найденные аномалии в свою работу, а не просто содержит их. Ещё одно отличие в стилистике. Если обычная SCP это ужас, детектив или фантастика, то тут стиль повествования в хабе принят юмористический и беззаботный. И даже само название SCP-8000 является шуткой и забавной игрой слов. Его можно перевести как печать одобрения или как тюлень одобрения. При этом на обложке объекта изображён именно тюлень. В библиотеке странников. И объект очевидно тесно с ней связан. Да, если вы не знаете, что такое библиотека странников, первая ссылка в описании для вас. В целом юмор для SCP тоже штука не новая, есть же лол фонд. Но забегая вперёд, скажу, что шуток тут будет не очень много. В основном фокус именно на лёгкости повествования. На полное отсутствие напряжения и какой-то серьёзной интриги. Действие самого объекта происходит в зоне 322. Учреждение фонда, вокруг которого разворачиваются все другие события хаба программы интеграции. Именно в этом учреждении аномальные сущности готовятся к тому, чтобы помогать фонду SCP. В этом же учреждении работает главный герой объекта, директор Лаг. Сам же объект SCP-8000 это гигантская змееподобная сущность с мордой тюленя, способная свободно летать, а также проходить через любые твёрдые предметы, как будто их просто нет. Конец хвоста существа не был обнаружен, так что его длина неизвестна. Существо способно говорить, а его интеллект оценивается как очень высокий. Оно также может создавать переходы между реальностями, свободно путешествуя по мультивселенной. Объект невозможно содержать. Морда сущности просто однажды появилась в переговорной комнате зоны 322 и начала общаться с директором учреждения Лагом. Тогда у них вышел довольно неловкий диалог, где существо уверяет, что оно просто хочет провести день наблюдая и общаясь с этим человеком. После этого сущность в виде тюленей переносит незадачливого директора зоны в какую-то часть библиотеки странников. И мы понимаем, что SCP-8000 по сути змей библиотеки, принявший такую вот причудливую форму. Змей говорит, что в его библиотеке есть вся информация мира, в том числе и воспоминания директора Лага. Змей замечает, что несмотря на все его успехи, в то же время этого человека преследует и необычное число неудач. Чтобы узнать, в чем же причина, человек и змей погружаются в детские воспоминания первого, продвигаясь вперед по времени от раннего детства, ко времени учебы в колледже и далее. Там, в воспоминаниях древней сущности, сотрудник SCP ищет причины его психологических проблем. Далее они доходят до времени, когда Лаг только начинал работу в фонде SCP. И тут уже на первый план выходят отношения с коллегами, которые также складываются непросто. Лаг признался, что несмотря на все свои успехи, он не был доволен, ведь он не делал на работе ничего по-настоящему важного. Но как же, собственно, были дела у директора Лага на работе? Но однажды к нему пришел доктор Цимериан, чтобы сообщить ему, что учреждение под его началом работает неудовлетворительно, и что ситуацию необходимо исправлять. На следующий день в Зону 322 прибывает целая делегация сотрудников SCP разных уровней, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Впрочем, вместо разбора полетов или хотя бы какого-то делового общения, Лагу устраивают сеанс дружеской коллективной психотерапии, ведь фонд — это дружная семья такая. При этом общаются сотрудники тайной организации скорее как подростки. Также, видимо, для лучшего эффекта гости прихватили с собой SCP-5595, разумный говорящий автомат для продажи жвачки, который используется фондом в качестве бухгалтера. Через несколько дней после этих событий директор Лаг приободряется и снова принимается за работу. Он представляет свою новую разработку Совета О5. Это паратехнологическая машина, способная предсказывать появление аномалий в довольно большой части мультиверса. Устройство показывает, где появится новая аномалия, какие у неё будут свойства и даже предполагает, к какому классу её будет возможно отнести. Ну что же, в мультиверсе SCP появляется довольно большое число аномалий. Совета 5 поначалу холодно встречает разработку, но в итоге одобряет работу в этом направлении, признавая, что вещь в целом нужная. Через месяц первый прототип устройства обнаруживает свою первую же аномалию. На экране устройства появляется сообщение, что талисман местной бейсбольной команды – это не человек в костюме, а реально высокое зелёное птицеобразное существо. Директор Лаг лично отправляется на место, чтобы убедиться в этом. Существо, маскировавшееся подкостюмированный талисман спортивной команды, действительно оказывается разумным криптидом, прятавшимся таким образом от людей. Машина продолжила работать и находить всё больше. Например, был найден деревенский житель, умеющий телепортироваться, а в какой-то момент машина указала на то, что один из стереотипных ковбоев, который скачет на своём ранче на лошади, состоит не из плоти, а из спагетти. А ещё вот есть игрушка в виде персонажа Элма, аномальное свойство которой в том, что если её почесать в районе живота, а затем заговорить с ней, игрушка ответит не заготовленной записью, а как разумное существо. Явление, конечно же, занимательное, и к каждому такому объекту директор выезжает лично. Но мечтает он явно о большем. Он хочет, чтобы его машина могла найти что-то действительно стоящее, опасное. Что-то, что может разрушить весь мир, а он бы этот мир спас. Но не судьба. Вскоре к директору зоны снова приходит доктор Цимериан, который тут похож на мудрого учителя, который пытается предостеречь главного героя. Он высказывает опасения, что глубина сканирования миров поисковым устройством может привести к непредвиденным последствиям. Это только еще больше раззадаривает директора Лага. И теперь он решает запустить свою штуку на полную мощность, чтобы показать всем, что она может. Подростковый максимализм. Видев все это, Змей говорит Лагу, что в целом, чего он парится. Ведь он достиг в жизни очень многих вещей, о которых большинство только мечтает. У него высокий пост в одной из самых могущественных организаций в мире. На что директор отвечает, что ему чего-то все же в жизни не хватает. «Душа требует большего». Тогда Змей повел человека в темный коридор библиотеки. В те комнаты, где хранятся книги и документы, еще не написанные. Двое подошли к той полке, где находится информация о том, что произойдет в ближайшем будущем. В том, которое наступит в результате уже совершенных действий директора Лага. Там уже записана не конкретная информация, а что-то похожее на туманные пророчества. Последний из которых указывает на ошибку, которую все еще можно исправить. Как будто было непонятно, о чем речь, Змей решил, так сказать, поставить вопрос ребром и перенес Лага в будущее, где вместо Зоны 322 остались одни дымящиеся руины, красноречиво показывающие, что будет, если человек не перестанет упорствовать в своих заблуждениях. Ну и дальше идет длинное описание рефлексии главного героя истории на тему того, что он никогда не будет доволен собой, но должен все исправить и всех спасти. И когда он начал приходить к ТСИ по правильным выводам, на полках начали появляться новые книги, в которых описана счастливая жизнь Лага на много лет вперед. Придя в себя в своем кабинете, директор Лага отправился на срочную встречу с доктором Циммерианом, на которой он, забыв про свои амбиции, просто согласился со всеми его предложениями по прекращению амбициозного проекта. С другой стороны, Лаг не отказывается от амбиций как таковых. Он предлагает... И вот это поворот. SCP-8000 плавно перетекает в новую версию SCP-001, но прежде чем посмотреть на него, немного притормозим. Что мы вообще получили в объекте SCP-8000? Это уже не SCP, ведь SCP это псевдодокументальное произведение про организацию, скрытую в тенях, которая содержит непознанное. В этом объекте у меня ни на секунду не появилось ощущение того, что я читаю секретные документы. Всю дорогу я читал рассказ про человека, в основном состоящий из диалогов, который проходит какой-то путь становления и получает урок. В чем ему помогает типичный волшебный помощник в виде змеи-тюленя? По своей конструкции, это обычная сказка или сюжет для мультфильма. Такие произведения, конечно, имеют право на жизнь, но я, заходя на сайт SCP, чего-то другого ожидаю. Я не буду говорить, что SCP скатился, там есть еще много авторов, пишущих классные вещи. Но мне кажется крайне странным, что именно это выбрало большинство. Ладно, взглянем на SCP-001, связанный с SCP-8000. Суть аномального 001-го объекта заключается в том, что несмотря на то, что организация SCP имеет теоретически бесконечные ресурсы, доступ ко множеству аномальных объектов, а также фактически ничем не ограниченные познания в любой области, агентов SCP преследует множество разных неудач и неприятностей, что приводит в отдельных случаях к невозможности содержать объекты. Суть объекта в том, что да, доктор Лак берется за расследование этого феномена, и это тоже рассказ, по сути, продолжение SCP-8000. Рассказ, на этот раз основанный на некой мета-комментарии. Таков SCP-8000. Как вы думаете, скатился SCP? Или превращение тайного фонда в дефолтную безликую литературу? Это нормальный так и должно быть. Ведь, с другой стороны, если смотреть непредвзято, SCP-8000, наверное, хорошее произведение наравне с другими хорошими произведениями, где герой проходит некий путь становления, что-то понимает, переосмысливает. И всё это происходит по всем известному шаблону тысячеликого героя, по которому пишутся все такие простые дефолтные истории. Возможно, для среднего читателя и потребителя таких историй, SCP-8000, будет, по сути, привычным блюдом с неким слабым привкусом того самого SCP. Правда, зачем там SCP, я, честно говоря, не понял. Потому что история настолько шаблонная и простая, что она могла произойти вообще в любом сеттинге. Её можно натянуть на любую вселенную, на любое произведение. Даже вот просто взять историю мужика, который сидит в парке на лавочке и думает о жизни, и в конце приходит к каким-то для себя важным выводам, которые уберегают его от беды. То же самое. Может быть, старый фонд был слишком острым приключением для рядового читателя? Да, старый фонд был именно приключением, где-то читая документ за документом, заглядывал за ширму секретности. В мир полный невообразимого ужаса, прям по лавкрафту или чего-то просто необъяснимого и от того манящего. SCP, который был потом, пытался удивить сложными концепциями. Возможно, даже перевернуть представление читателя о мире и себе. В какой-то момент SCP даже деконструировал жанры, само общение читателя, персонажа и автора. И вот после всего этого нам рассказывают привычную, простую, понятную историю. Всем пока!